Что Назарбаев университет дает Казахстану? 50% бюджета потребляет один университет, который берет 500 студентов, из которых только 300, остаются 350 в стране. Тут учеба будет в год стоить 1020-1025 долларов, за эти деньги можно учиться в Великобритании. Ну, по сути, глобально Балшах в стране ничего не решил. В масштабах всей страны, наверное, эффект тот, который от него ожидался, он не был получен. Немножко по-другому эту программу позиционировали, не форсили так, что ты нам потом денег должен, мы у тебя дом заберем. Мы получили суперкадры, которые обучились в лучших вузах, они приехали. Казахстан стал лучше от этого. Внутри-то страна осталась такой же, она не изменилась, коррупция не изменилась, многие социальные вопросы не изменились. И хотя бы в Центральной Азии мы не стали образовательным центром, хабом. У детей есть условно класс робототехники в сельской школе в районном центре, но нет адекватного туалета, нет учителя, да, там, английского, который бы знал реально английский и мог их обучать. Поэтому мы получаем целое поколение, которое не ходит голосовать или там согласно со всем, что ему дают, да, потому что в школе там он этому не научился. Уважаемые друзья, вы на канале «Голос народа». Сегодня у нас очередной подкаст, тема сегодняшнего выпуска – это образование и наука в Республике Казахстан, в нашей прекрасной стране. Сегодня мы пригласили к нам в студию Максата Курбенова, основателя и генерального директора Нобелевского фестиваля. Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях еще Лаура Вайгорова, полиглот, образовательный эксперт, выпускница Назарбаев университета и SEO стартапа SmartTestPrep. Все правильно сказал, да? Очень приятно. Хорошо. Кстати, про Назарбаев университет тоже хотелось бы поговорить. Очень интересный кейс, так скажем, в период независимости Казахстана. Но тему сегодня мы хотели бы все-таки начать, наверное, так скажем, глобально. Образование в Казахстане сегодня большинство людей ее критикуют. Вот один из примеров, например, в Казахстане на образование из госбюджета тратят около 5% от ВВП. Для примера, по данным ЮНЕСКО, таких в африканских странах, как Набибия, например, этот показатель в районе 9,5%, серый льоны 9%, белиз 8% или 100% 7%, ЮАР 7%. Ну, в Казахстане, получается, внимание уделяют меньше, чем в африканских странах. Это при том, что там нет зимы. То есть вот этот бюджет, там же еще закладывается, наверное, обеспечение отопления, вот этого всего, да? Почему так происходит? Почему так происходит? Почему государство у нас уделяет такое малое внимание? Надо сказать, что образование – это школы, это единственный институт государства, которое охватывает 100% населения. Это школа, потом университеты, это 15-16 лет жизни человека. Я думаю, в Казахстане мы сами создаем большую пропасть. Это пропасть, которая расширяется, и это на самом деле большая проблема. Почему? Потому что есть большой разрыв между городскими школами, между городами республиканского значения и селами. И этот разрыв критический. Создаются школы для детей, которые, можно сказать, уникальные дети, которые выбирают, создаются ниши, где выбираются звездочки среди детей. Но это охватывает 0,1%. А государство, если говорить как о развитии государства, все зависит от остальных 99%. То же самое в университетах. Есть в Казахстане три университета, которые дают хорошие знания. Но в них учатся 7% студентов. Больше 90% получают неактуальные знания, которые не будут нужны через 4 года. Все мировые эксперты, рейтинги говорят, что профессии будущего будут связаны с альтернативной энергией, с зелеными технологиями, с искусственным интеллектом. Ну, может быть, один-два университета только этому обучают. Больше нету, и это проблема. Университет должен далеко вперед смотреть. Жизнь одной специальности сократилась в 60 лет, в 90-е годы, до 20 лет сейчас. Каждые 20 лет умирает одна специальность. То есть ты должен учить тому, что будет через 20 лет актуально. Но этого нет. И мы получаем поколение, которое не будет востребовано. Поэтому у нас будет всегда 5% детей, которые будут двигать страну вперед, а 95% – которые получили не те знания, не для того времени. Это большая проблема. Ну и они будут, кстати, за счет госбюджета и жить потом, условно говоря, какие-то льготы получать и так далее. Вы как считаете, Лавра? Я думаю, что… Я со всем соглашаюсь. Я просто хотела добавить еще пункт изначально к вопросу, почему такой маленький бюджет. Я не знаю, какая смета расходов, но мне кажется, основная часть бюджета, как вы уже подметили ранее, она уходит именно на построение школ, на оборудование школ. Наверное, оставшаяся часть какая-то мизерная уходит на тренинг кадров. Но проблема… То есть мы тесно работаем со школами и в партнерствах, в основном, конечно, с частными, с госшколами. И проблема именно в кадрах. То есть у детей есть, условно, класс робототехники в сельской школе, в районном центре, но нет адекватного туалета, нет учителя английского, который бы знал реально английский и мог их обучать. Поэтому, мне кажется, здесь нужно… Возможно, это даже сумма соразмерная, но мы не знаем, какая там смета расходов и на что уходит, да, это часть, ну, большая часть этих денег. Мне кажется, если бы мы вкладывали в кадры, в хороший интернет, стабильное соединение, то ситуация была бы намного лучше, потому что сейчас есть онлайн-школы. Все малокомплектные школы можно было бы перевести в онлайн-режим. Весь Казахстан бы обучался. Представьте школы, где семиклассник, восьмиклассник, девятиклассник втроём сидят и проходят одну программу. Это же нереально. Вот здесь, мне кажется, вопрос, куда именно уже эта сумма уходит. Потому что по наблюдениям, ну, как бы по общению с директорами, бюджет в основном на ремонт, на что-то, но никогда… То есть мало очень тренингов по повышению квалификации. Я знаю, что в рамках Мобильфеста, да, вы будете делать такое. Вот на Эдкранче тоже в ближайшем будет сессия для педагогов. Но это не государственная организация, да? То есть это люди извне, которые хотят что-то сделать, помочь. На госуровне я не знаю, насколько это как бы развито. Вот вы то, что сказали про онлайн-образование, да? Школа – это только образование или в том числе и социализация? Нет, конечно. Это социализация, сто процентов. Это как бы мини-тренинг жизненный, да, для ребенка, там, с 7 лет, который только начинает социализироваться. Сто процентов здесь должно быть. Но я думаю, что через онлайн социализацию тоже можно подключить. Есть много топовых университетов, которые делают онлайн-программы, они успешно как бы проходят. Просто я к тому, что, ну, совсем вот worst case, да, самый плохой кейс, малокомплектные школы лучше сделать онлайн. Они полноценно будут учиться с ребятами со всего Казахстана, добавить туда геймификацию. Сколько сейчас? Microsoft Education, да, Class Dojo, всякие крутые проекты, которые государство могло бы закупить, сделать там несколько топовых учителей, самых крутых, которые бы вот обучали этих ребят, а не таких, да, ниже среднего. Ну, мне кажется, результаты было бы больше. А касательно социализации, сто процентов, блин, здесь должны быть кружки, здесь должно быть просто вот человеческое. Я люблю детей. Мы в прошлом году делали подкаст с Уланом Усеновым, Wanna Be Teacher, в ТикТоке, учитель химии, да, популярный. Вот от человека сразу веет вот этим вайбом, что я люблю детей, я за детей вот буду делать всё, они все как мои. Если бы, мне кажется, у каждого преподавателя вот такое рвение было, наверное, мы бы были сейчас совсем где-то в другом месте. Я думаю, ну, образование – это базовая потребность, да, человека, это базовое право, да, которое даёт государство, и оно должно быть, то есть бесплатное образование должно быть, мы должны давать. Другая проблема в том, что есть, ну, социальное положение, да, в стране, когда многие люди не могут себе позволить частные школы, да. То, что есть частные школы, которые дают лучшие знания, да, лучшие знания, которые дают, где в классах там меньше детей – это хорошо. То есть это хорошо, то, что есть частные школы, с кем можно сравнивать. Ну, то, что государственные школы там не дают где-то там знаний, которые необходимы, там здесь большая проблема. То есть общество не идёт туда, в государственные школы, потому что они хотят. Многие идут туда, потому что нет возможности идти в частную школу. Здесь вопрос такой больше социальный, мне кажется. От безысходности. Я тоже согласна, но я думаю, что просто школа, как вы уже сказали, это базовая потребность. То есть умение читать, писать, да, вот просто общаться, да, быть в социуме – это должно быть бесплатно на государственном уровне. То есть Финляндия, да, Германия, то есть страны, где даже высшее образование бесплатное, показывают крутые результаты, и люди же не обесценивают то, что они учатся в госвузе условно, даже не в школе, да, они идут, получают знания, выходят крутыми специалистами. Мне кажется, это проблема в чём-то другом здесь. Наверное, в построении системы я вот всегда задумывалась о том, почему мы не можем всё вот нафиг снести. У меня просто на магистратуре была партнёрская программа с университетом LKW в Сингапуре. И когда я ездила, я как бы для своего капстоуна, для своего, господи, магистрского тезиса, делала мини, да, внутри исследования. То есть я прям ездила в школы там местные, общалась. И по их рассказам, ну то есть как это было и вообще исторически, они просто всё снесли, что было старое. Заново сделали такую систему, которая, ну действительно, будет эффективно работать для школьников. И потратили, ну, приличное количество времени на тренинг. То есть прям дрессировали этих учителей, которые будут. Вот сингапурская математика, да, мы слышим. Это же всё оттуда пошло. Мне кажется, если бы мы тоже какую-то вот революцию полностью сделали, потому что сейчас повышают стипендии педагогам, да, кто учится. Ну идут туда ребята, потому что я хочу 50 тысяч тенге получать, да, а не потому что хочу учить детей. Мне кажется, какая-то такая, ну всегда же исторически, да, там, в Грузии розовая революция пока не случилась, ничего не произошло. Наверное, нужно вот с корня всё срубить, потому что по чуть-чуть одно там мы исправляем, второе отваливается. Да, да, то есть мы постоянно боремся с какими-то там внешними симптомами, да, но корневую проблему мы этого всё не решаем. Это как там дома делать постоянно косметический ремонт, а дом всё равно старый, его пора снести. Возьмите там Финляндию, да, скандинавские страны. Все школы там бесплатные, да, и никто не пытается идти в частную школу, да. Есть они, то есть всегда будут спросы на частные какие-то учреждения, и государственные, и там государственные школы дают очень хорошее знание. То есть все, в каждом регионе, в каждом районе, все имеют там стандарт, есть стандарт. То есть нет такого большого разрыва. Разрыв создаётся у нас, и вот это очень плохо. И там как раз и вопросы социализации, и школа – это не только про то, чтобы учить предметы там или там естественной науки. Школа – это там и психическое здоровье ребёнка, и социализация его, и так далее. Вот первая ступень, так скажем, да, в севере образования – это вот школа, где вот действительно знания даются, люди начинают там учиться читать, писать, считать. Сегодня как бы, ну, не секрет, что большинство школ – это то, что нам досталось от Советского Союза. Все эти стандарты, СНИПы, которые были построены, да, к сожалению, большинство школ в Казахстане, наверное, процентов, ну, я точно сейчас не скажу, но большинство точно это вот по тем стандартам было сделано. Какая должна вообще быть школа будущего сегодня? То есть к чему мы должны стремиться вообще? Куда мы должны идти? Вот учитывая наши вот эти климатические, географические, да, ментальные вот эти все моменты, все это, если учесть, куда мы должны прийти? Школа – это должен быть дом, ну, то есть вообще концепция школы должна быть концепция дома, да, то есть ребенок должен туда идти как дом, да. То есть мы должны пересмотреть вообще практики образовательные, да, у нас. Мне очень сильно не нравится то, что в Казахстане там меняют, то сначала оценки ставят, то потом ABCD, да, ставят, потом лайки ставят, да, то есть дошло до того, что лайк или там не лайк, или стремишься ты или не стремишься, то есть нужно определиться, ребят, да. Так ни одна система не зайдет, то есть и дети не смогут понимать там это. То есть школа должна быть домом, где он приходит, у него там эмоциональное спокойствие, да, психологическое, где он учится тому, что ему потребуется там в будущем. То есть школа тоже должна смотреть на то, что будет дальше с ребенком. И школа должна учить, то есть ребенка по сути тому, каким он будет человеком там в будущем. То, что в школах там нету социализации, это влияет там на ребенка в будущем, да, поэтому мы получаем целое поколение, которое не ходит голосовать или там согласно со всем, что ему дают, да, потому что в школе там он этому не научился, в университете он этому не учился, выбирать кого-то, голосовать, не знает своих прав. Вот, то есть школа должна быть таким, это база, да, фундамент, благодаря которому там он сможет там наращивать там дальше свои знания. Вы как считаете? Я плюсую, я бы, наверное, отметила еще пару моментов, да, именно в плане социализации, которые важны. Сейчас у нас в школе очень много предметов, я не говорю, что они не важны, как бы я, они министерства науки, но действительно очень много есть предметов, которые интересны не всем детям. Вот вы заговорили, да, про Финляндию. В Финляндии очень классно устроена система школьная, что у них как бы есть лицей, это старшая школа, там, условно, после 10 класса до 12 ты учишься, вот, есть подразделение, и по мере того, как ты вот со средней школы переходишь туда, у тебя есть выбор. То есть кто-то идет на, скажем, профильный лицей, где более прикладные профессии, да, ты хочешь быть там инженером-механиком, условно, да, ты идешь в эту школу, ты хочешь идти в академию, и дальше такое же деление идет у них на магистратуре. И в течение средней младшей школы идет вот эта вот профориентация и вот выбор как раз-таки, детям дают выбор. Я хочу учить химию, да, окей, буду учить. Или я сделаю упор лучше там на историю или на что-то, да. Мне кажется, вот это было бы очень круто. Ну и база фундаментальных знаний обязательно. Там английский, математика, я думаю, у нас очень слабые. Таких предметов, как критмышление, например, нет. Нет таких вот предметов, которые бы развивали эмоциональный интеллект, потому что, только что Максат подметил, реально дети говорят же, вот, пасабалган некоторые, их там спросишь, они не да, не нет, как бы хочешь конфетку, молчат, да. Они должны быть открыты, они должны сами спрашивать. Вот если вот эту базу как-то наработать, ну, я бы, например, вела предмет обязательный, какой-то практической психологии, да, чтоб ребёнок разбирался, какую эмоцию я сейчас испытываю, да, меня там обидели, что мне делать. Абсолютно же, как бы, эмоционально недоступные люди вырастают, которые потом конфликтов избегают, решать их не могут, общаться не могут. Вот этот кластер, если заложить, было бы круто. И базовые фундаментальные знания. Этого было бы достаточно. Тогда ребёнок, у него классные софт-скиллы, у него развит эмоциональный интеллект, и он просто умеет думать, да. Если он захочет стать, там, химиком, но он выучит эту химию, потому что у него есть база. Вот к такой модели, мне кажется, если мы придём, это будет очень круто, а не так, что мы учим 15 предметов обязательных, школьных, и ни один из них мы не знаем. Сейчас, например, страны Уэссер возводят математику, то есть математика всегда была, там, важным предметом, но сейчас весь упор, там, в странах Уэссер, тридцатки развитых стран делается больше на математику. То есть логика в мире искусственного интеллекта, да, то есть понимание того, это во все школы сейчас внедряется, то есть большой упор на математику, потому что математика развивает очень сильно логику, и логика будет такой движущей силой в мире, в том, там, когда дети закончат школу. То есть в искусственном интеллекте будет важна логика, правильно задавать ему вопросы, правильно обрабатывать информацию, использовать это. Ну, вот это важно, да, то есть упор на логику, упор на выбор, да, то есть у нас в школах выбор без выбора, да, то есть и он и вырастает человек, который соглашается на всё. Он дальше говорит, а зачем мне идти голосовать, если там уже всё решено, ну, и не знает о своих правах. Это всё со школы, то есть это вот оттуда всё это идёт. И это было и в советское время, то есть была партия, всё шло, вот одна партия, и всё так и должно быть. И потом у нас тоже так это всё. Поэтому это всё должно быть с детства, ну, и вот, как Лаура сказала, критическое мышление, да. Логика тоже самое, на самом деле. Да, то есть критические мысли, да, то есть ему нужно дать возможность, там должны быть предметы, где он будет там это использовать. Ну вот предыдущий президент Назарбаев, все хвалят его то, что он когда-то запустил программу Балаша, дал возможность, там, тысячи молодым людям обучиться за рубежом. Правильно ли он поступил? Может, ему надо было всё-таки эти средства направить на именно школы и внедрять, ну, то есть приглашать профессоров, там, преподавателей, какие-то вот, ну, современные школы делать, или всё-таки вот это было бы лучше, чтобы Балаша сделали? Ну, не знаю, я лично считаю, что это вообще прекрасная инициатива, и она не должна закрываться. Вы Балашак, это да? Нет, 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 нет. Я ещё не успела, да? Я ещё не успела, да. Ну, как бы, я много раз училась, вот в течение бакалавра я три раза по обмену ездила в разные страны, я училась в НУ здесь, на магистратуре тоже, ну, то есть, как бы, у меня есть международный опыт, не за счёт Балашака, но он, мне кажется, очень важен. И, в принципе, я думаю, что если бы немножко по-другому эту программу позиционировали, не форсили так, что ты нам потом денег должен, мы у тебя дом заберём, но многие, мне кажется, за счёт этого и хотят там остаться, подзаработать эти деньги, вернуть. Очень сильное такое обязательство. Но в целом программа, мне кажется, классная, если бы система мотивации была другая, действительно, какие-то рабочие места для ребят, ну, то есть, это же легко аналитически отследить, да? Мы там отправляем, не знаю, там, 100 тысяч, пусть, да, студентов, и из них там 70% идут в STEM, значит, нам надо посмотреть STEM, где у нас дыры, давайте мы их потом обратно вернём. Потому что у многих проблемы то, что нет же работы, но Индия, допустим, у них есть аналогичная программа, ОАЭ, то есть… Мы не единственная страна. Мы не единственная страна. ОАЭ вообще кучу денег даёт на то, чтобы всех обучить, там, таксист обучался в каком-нибудь университете Данзи в ЮК, и ты такой, о, ничего себе круто. Прикольно. Потому что есть госпрограмма. И она действительно даёт результат, потому что рано или поздно эти люди возвращаются, либо так или иначе они какой-то вклад в экономику делают, да? Они отправляют деньги своим родным, они покупают здесь имущество. Ну, то есть, всё равно, мне кажется, здесь больше положительных, нежели негативных моментов. Просто, если бы была ещё какая-то система мотивации, что вот, блин, вернуться и здесь отработать тоже круто. Ну, я тут не говорю, чтобы был шаг плохой. Я имею в виду то, что вот… В сравнении? Да, то есть, условно говоря, там, акцент надо было поставить всё-таки базово, дать возможность всем школьникам, или вот отборно отправить их вот за рубеж за миллиардные деньги. Да, я вообще скажу, да, я сам учился, но не по Булашаку, за рубежом, там, и в Лондоне, и в Штатах, но я могу сказать то, что Булашаку – это круто, но, опять же, там, перекос в одну сторону, да? Я считаю, что там, то, что сейчас там бакалавров не отправляют, там, школьников, это правильно. Я считаю то, что была программа сделана, там, не так, как нужно, потому что то, что Лаура говорит, это, на самом деле, большая проблема. Нету специальности здесь дома, да? Ну, это вот мы дали возможность им получить классное образование за рубежом, там, на ядерщика, там, да, физико-ядерщика или там другое. Зачем тогда мы давали эту возможность, если он дома не может эту работу найти, и мы с него требуем, там, квартиру, залог и так далее. То есть, ну, как, надо было тогда делать, отправлять, там, детей и учиться на те специальности, которые дома будут востребованы. Здесь мы создали, там, кучу специалистов, которые и готовы бы вернуться домой, но они не будут, там, работать здесь по специальности. И вот, как бы, палка о двух концах. И, с другой стороны, да, то есть, нужно учить всегда, да, начинать с учителей и, там, с преподавателей, потому что они создают основу будущего в стране. Да, мы пошли, там, по пути, там, давайте дадим такой крутой шанс, там, школьникам. Какой вклад сегодня это внесло в экономику страны? И, конечно, он внес вклад, да, но, наверное, не тот, да, раз мы этот вопрос обсуждаем, который бы ожидался. А потому что, опять же, все было сделано так, с перекосами. Почему-то не могут нормально, там, не могли нормально сделать систему. Это все просто, да, там, смотришь на свою экономику, что нужно, там, отправляешься учиться на эти специальности. Но эти кадры вообще, они как-то, вот, оправдали вот этот весь расход? Вот, ну, мы получили супер кадры, которые обучились, там, в лучших вузах, они приехали. Казахстан стал лучше от этого, конкурентоспособным. Эти кадры что-то начали здесь создавать, придумывать. Это никогда так не работает, да? Да. А зачем тогда тогда надо было делать? Это не будет никогда работать, внутри-то страна осталась такой же, она не изменилась, коррупция не изменилась, там, многие социальные вопросы, там, не изменились. И мы хотим, чтобы приехала, там, иголка в стоге сена, да, и изменила, да, там, все. Такого не будет. Они подстраиваются дальше под эту систему, потому что они должны здесь жить. Но эта инициатива, получается, была сделана чисто такая, хайповая была, или она что-то хотела решить в этой стране? Я думаю, то, что инициатива крутая, а исполнение было не очень хорошее. Да, и целеполагание, да, вот для чего мы это делаем. Мы хотим кадры закрыть, мы хотим, чтобы они приезжали, обучали других, или мы хотим, чтобы они за рубежом что-то, да, там, как-то представляли Казахстан. Вот в этом, мне кажется, проблема. То есть какой-то положительный эффект от этого есть. Я не знаю, как его количественно измерить, потому что есть ребята, которые делают реально крутые проекты, там, в медицине и в агросферах. Ну, у меня есть знакомые, которые действительно приехали, и они здесь пашут. Они работали на госслужбе, много чего пытались делать. Но вот опять же, из-за того, что система как бы не поменялась, вот у нас жена Казахстан, но как бы совсем не жена, да, и вот эти лимиты многие, ну, просто, мне кажется, не выдерживают. И они вот тоже, опять же, как эти школьники наши вот на этом уровне, как бы, они oppressed очень сильно. Они такие, ну, окей, я тогда должен буду делать, неважно, что меня учили по-другому там, ну, мне здесь придётся делать так. Ну, да. По крайней мере, в гос и в квази-гос секторе, ну, как бы, так и происходит. И до какого-то момента люди терпят, потом они уходят, уезжают. Ну, по сути, глобально Балшах в стране ничего не решил. Есть точечные, классные, да, люди, которые приехали, делают очень большие проекты, но, как бы, в масштабах всей страны, наверное, эффект тот, который от него ожидался, он не был. Ну, вот мы сейчас плавно переходим, так скажем, к следующей ступени, И я думаю, я надеюсь, что Балшах пересмотрит, да, и сделает там учителям большие квоты, да, потому что это будет всегда востребовано. И важно сейчас учить детей тому, что будет через 10-20 лет. Пожалуйста, они должны сделать на это большой акцент, отправить там 20 тысяч учителей, там программу сделать, которые уедут там учиться, там, педагогики в лучшие университеты мира. И это вот это даст такой эффект, который мы будем там видеть там годами. Они обучат там сотни-сотни тысяч школьников. Все, то есть ничего придумывать не надо. Хорошо. Ну, я согласен, да, что все-таки приоритетно надо ставить нам профессии, которые больше, так скажем, охватывают максимальное количество людей, в том числе и медики, мне кажется, тоже очень важны в этом направлении. Все-таки давайте вот уже перейдем к следующей ступени. Очень интересно вот это университеты высшее образование в Казахстане. Вот я только что вам говорил вначале про Назарбаев университет, мы тоже хотели бы поговорить. Тоже очень громкий проект, там, ну, это такое, мы помните с вами обсуждали, да? Все, что с именем связано, кажется. Это такой, уазис такой в казахстанской степи, в сфере образования, который прямо отдельный закон, чуть ли не там, все отдельно, автономное. Сегодня уже сколько, уже больше 10 лет, да, Назарбаев университет существует? 13 лет. 13 лет. Что Назарбаев университет дает Казахстану? Давайте вот так вот начнем. Так, с меня, да, начнем на расстрел. Ну, на самом деле очень много. Я думаю, что очень похожая, мне кажется, программа с Болошаком, потому что, действительно, вот туда привезли классных профов, привезли классную программу, создали очень хороший, так сказать, социум, да, то есть, действительно, окружение, которое там есть. И, ну, ребята, во-первых, получают классные фундаментальные знания, во-вторых, социальный такой большой буст. Многие сейчас, ну, то есть большинство, я не помню точно по статистике, но больше 65% точно остаются в Казахстане, они не уезжают в выпускников. Это вот по последним разговорам, да, с приемной комиссией, когда мы разговаривали. То есть это классно, что они здесь делают какие-то проекты, но минус в том, что не все, опять же, идут работать по своей специальности. Потому что ты закончил робототехнику, ты можешь делать какие-то крутые вещи, а где, да? Вот этот идет вопрос, мне кажется. Многие работают, ну, как бы, на социальных каких-то проектах. Вот Медсаппорт, например, проект ребята сделали полностью, нужники, да, мои друзья. Ну, много действительно инициатив, которые делаются. Единственное, что позиционирование, да, наверное, университета. Немножечко негативное, да, из-за этого идет такой хейт, что вот, там, деньги украдены, отучились, что вы теперь делаете? Ну, как бы, постоянно возникает такой вопрос, если вот этот момент решить, наверное, и действительно показывать, что, блин, ребята, у которых там нет родителей, сюда поступили, они отучились, они получили крутые знания, и они теперь, там, делают вот такой проект, который, там, приносят в образовании что-то или где-то что-то. Вот, ну, это лично мое мнение, потому что мне, ну, очень много чего дал. Я вначале прям была в истерике такой, потому что я должна была уезжать на учебу в Йеллани Уэс, я поступила со школы туда, в Йельский филиал в Сингапуре, но мне не было 18 лет, мне не нашли опекуна, который меня туда отвезет, который год будет там со мной, и все, мне перед выпускным пришел email, типа, ну, сори тогда, либо на следующий год заново подавайтесь, либо, как бы, не приезжайте. Все, я осталась вну, мне прям было очень плохо, но со второго семестра я вот поняла, что, блин, здесь прикольно, здесь столько возможностей, профессор тоже один мне подсобил, ну, как бы, он взял меня к себе на исследование, и как-то вот все закрутилось, и после, ну, стажировок вот в Штатах, там, в Китае, например, особенно в Штатах, я всегда думала, блин, вот я бы училась там в Йельском универе, там, это было бы вообще круто, но когда приехал туда, не скажу, что я не впечатлилась, но мне было приятно, что у нас в университете знания не хуже, не хуже профессорский состав, да, и вот там библиотека, ресурсы, и мы за это не платим. Это было круто, потому что у меня друзья до сих пор, американцы, они там по уши в долгах, они до сих пор студенческий кредит свой не выплатили. Сколько нам уже там, по 30 лет, да? Вот, эти возможности, конечно, они очень крутые, жалко, что 500 человек только берут ежегодно, что такой конкурс. Но я думаю тоже, выхлоп с этого должен быть какой-то, если ещё выпускников и текущих там четверокурсников куда-то направлять. Что вот у нас есть центр карьеры в университете, но он, ну как бы он просто рассылает, хотите, берите. Если бы действительно была какая-то тоже система мотивации, что смотри, ты заканчиваешь экономику, ты там можешь работать тут-то, тут-то, ты там такой импакт сделаешь, да, для страны. Мне кажется, многих ребят бы это мотивировало, потому что большинство идут туда действительно не просто, чтобы там хайпануть, я там в лучшем вузе учусь, а чтобы реально, то есть многие хотят что-то поменять. И вот как будто бы вот этого со стороны, не знаю, государства, трудоустройства нет. Есть хейт, да, что вы там столько денег сожрали, что вы теперь делаете, да. Но нет вот направления, наверное, если бы это было, может, это было бы примитивнее, не знаю. Да, я сейчас расскажу такую нерассказанную историю, да. Я учился в КИМЭПе, тогда еще Назарбаев университета не было. Но я помню, сколько профессоров с КИМЭПа ушло в Назарбаев университет. Это одно создаешь, а другое разрушаешь. На самом деле там и деканами в Назарбаев университет уходили. И просто с другой стороны там КИМЭП в то время был такой топовый университет в стране, и его начали просто разрушать. Это было, думаю, было неправильно. Вторая проблема Назарбаев университета, это что 50% бюджета потребляет один университет, который берет 500 студентов в год. А, то есть на все вузы 50% забирает? 50% брал Назарбаев, примерно 50% уходило на один университет, где которая берет 500 студентов в год, из которых только 300 остаются, 350 в стране, и на которых нет рынка. Вот здесь простая математика эффективна, это неэффективно. Конечно, там выпускники скажут, да, мы благодарим университет за то, что там у нас нет кредитов, да? А может быть, нужно было немножко другие университеты тоже поднимать. Ну, здесь просто сама по себе, понимаете, это в то время это было такое визионерская, наверное, да, там идея визионерская, да, инициатива. Там, это как было шаг, да, там было классно. Было, отправлять бы за рубеж большое число людей, то получал бы крутые знания и приезжал в страну. Вот на таком уровне, скорее всего. И Назарбаев университет, так, нужно нам создать в новой нашей столице что-то масштабное. Давайте создадим университет и всегда всех загоним мировых профессоров, и пусть они учат там детей. А дальше куда эти дети пойдут, что они будут, где они будут работать, сколько будут получать. Конечно, ну, то есть мы дали, вот опять же, да, то есть мы создали оазис, и говорим, нет, даже не оазис, а заповедник в джунглях, да, в диких джунглях, там, то есть реальная жизнь там дальше идет, за Назарбаев университетом мы создали. Вот это сто процентов, потому что когда ты четыре года учишься, да, в таком вот пузыре, где все как бы... Как будто не в Казахстане, да. Вот реально, а выходишь, тут остановка, тут мега строится, ветер дует, и ты такой, блин, я, оказывается, все еще... Да, и там ты видишь, да, там все социальные проблемы, вот там за университетом. И вот, то есть мы создаем, мы создали такой заповедник, и там за окном там дикие джунгли. И вот они сидят в этом заповеднике четыре года, и дальше, ну, то есть джунгли. То есть, естественно, они хотят получить работу там за рубеж, за рубежом и так далее. То есть не оправдываются все вот эти ожидания, да? Ну, здесь мне еще, знаете, вот что хочу отметить, то, что мне лично не нравится сейчас, да, что происходит с университетом, это то, что внутри он делал очень много. Вот опять то, что вы говорите. На внешний рынок непонятно, как студентов выводить. То есть действительно, не хочу хейтить, да, работу как бы карьерного центра и так далее, но как-то надо было подготавливать реально ребят, потому что многие к таким условиям, ну, как бы, они уйдут там в Нацбанк работать первый месяц, все, они сходят с ума, типа, что происходит? Со мной в жизни так никогда не разговаривали, что делать дальше, да? То есть это проблема страны, конечно, да? Но после такого пузыря ты реально себя так ощущаешь. А во-вторых, блин, мы могли бы просто реально расти быстрее, мы могли бы стать в Центральной Азии таким вот Гарвардом, да, условно, привлекать студентов, потому что универ расширяется, я до сих пор не понимаю, почему мы платищих студентов не привлекаем. Вот реально мы берем бюджет. Вот тоже вопрос вообще непонятный, да. Вот. Сколько вообще стоит обучение на зарплате? Для этого Лауре нужно будет сократить госфинансирование. 25 тысяч. Да. Просто, понимаете, если вот Централь, мы сейчас делаем, допустим, анализ рынка, да, на нашем стартапе, потому что мы сейчас где-то процентов 15 выручки делаем с Узбекистана, плюс у нас тест идет в Саудовской Аравии, ну, Центральная Азия и другие страны тоже. И просто если посчитать рынок их, да, узбеков, там их 900 тысяч примерно выпускается ежегодно, в универы, ну, максимум 200 можно отправить, те, которые есть. Куда остальные 700 тысяч девать? Привлекайте к нам. То есть в университете строится... Это хороший вопрос. Почему в Казахстан так и не стало? Люди готовы платить такие деньги. Вот поверьте мне, люди просто за подготовку к университету готовы по 20 тысяч долларов в год платить. Они спокойно готовы платить такие же деньги за учебу. Есть такие люди, тем более за качественную, да, ты в такой экосистеме. Вот мне кажется, если бы они начали немножечко, да, как бы активизироваться и что-то делать, чтобы себя содержать, это же, блин, реально. Я вам скажу почему-то не так. Потому что, когда ты сидишь на госфинансировании, это как игла для наркомана. То есть у тебя постоянно есть там деньги, понимаете? То же самое там МФЦА. Почему оно было так раздуто, да, там, до всего? Там и университет будущего там, и там всё, что... Мы сидим у нас в офисе МФЦА, сейчас опять на меня нападутся. Нет, вообще просто я к тому, что там, ну, было там, вот была задача создать там финансовый центр и биржу, да? Там было там и университет, и всё там, и центр там четвёртой промышленной революции, там всё-всё-всё подряд. И потом, когда пришёл новый президент, да, действующий президент, он сказал, вот должно заниматься тем, что, ну, по сути, должно заниматься. И всё закрыли. То есть Назарбаев университет, он... То есть когда ты сидишь постоянно на госбюджете, ты оттуда слезть очень сложно. Это там слезть как с иглы, знаешь? Опять же, в нерыночных так условиях, так скажем. Да, у них нету, у них нету... На рынке все голодные, да? На рынке бизнес голодный. Он понимает, что там каждый клиент важен, каждый там лид важен и так далее. То есть там нету голода. Он знает, что все туда хотят, все туда хотят попасть, там потребляют большой, там, большой бюджет. Региональные вузы, они голодные. И они борются, вот они голодные. Большие вузы, там, в Алмате, в Астане, они уже на все наелись. Они знают, что туда студенты будут идти. А сейчас развитие идёт в регионах. То есть вот это интересно на самом деле. Вот два интересных момента вы подметили. Вот первый я сейчас сразу хотел бы, пока не забыл. Вообще, я думаю, когда Назарбаев университет открывался, я думал, это такой первый шаг, что в дальнейшем подобные вузы будут, ну, хотя бы там локально где-то открываться. На юге один, на западе один, там, на севере, там, и так далее. И вы говорили, что вот почему Назарбаев университет не стал Гарвардом для Центральной Азии. Я вообще по сей день не понимаю, столько у нас возможностей. Я в плане того, что денег, богатств, полезных ископаемых. Мы там чуть ли не одна из самых богатых стран мира. И хотя бы в Центральной Азии мы не стали образовательным центром, хабом, столицей умов, именно выходцев из Центральной Азии хотя бы. Почему проблема? Почему это так сложно сделать? Я думаю, это несложно. Мне кажется, это проблема вот в системе государственной, потому что... Никому это не нужно, да? Никому это не нужно, но вы же понимаете, какие бюрократические процессы, да? Вот даже взять МФЦА, то есть Международный финансовый центр, всё престижно, как бы классно, да? За каждую справку мы платим там по 50-100 долларов и ждём её полгода. Вот такой процесс, то есть на твой имейл, когда я общаюсь с людьми, там, условно, с послом, там, не знаю, Америки, сутки человек отвечает или сразу на имейл. Человек, который как бы, ну, самый хэт, да? Да, несложно ответить. Тут ты запрашиваешь какой-то документ, ты ждёшь его три месяца, он уже тебе и не нужен, ты уже про него забыл, да? И на уровне... Я вот поэтому, как бы, мне всегда хотелось, чтобы НЮ стал автономным, потому что привязка к государству, она же очень сильно ограничивает. Какого-то профа, да, передового ты не можешь позвать, потому что его политические взгляды, да, не соответствуют чему-то там. Да, да. То есть вот много таких моментов... Нету независимости, да? Нет, нет независимости. То есть это мы не можем проводить, это мы не можем говорить, это мы не будем публиковать. Ну, то есть такие вопросы периодически вставали, да? Если бы от этого они избавились, потому что как бизнес, например, да, вот тем более как стартап, как вы же говорите, каждый лид важен, каждый человек важен. Это как бы ты будешь рвать одно место, ну, блин, потому что, во-первых, это твой хлеб, во-вторых, это твой продукт, за который ты в ответе, да? Завтра придут и скажут, блин, что за фигню, да, ты сделал, блин, почему так всё плохо? Ты будешь отвечать, и ты переживаешь, как бы ты вкладываешь, и ты что-то делаешь, и намного ты быстрее, ты находишь пути, чтобы это сделать. А когда ты действительно в этой госсистеме, ты даже не ждёшь, ну, ладно, давайте попробуем, ну, если через полгода нам ответят, ну, окей, а уже как бы через полгода никому не надо. То есть мне кажется, вот в этом проблема, если бы они были автономными, они бы, во-первых, клиентов привлекали, да, ну, то есть студентов, платящих иностранцев, сейчас иностранцев достаточно много, им всё ещё могут выдавать гранты, я считаю, что они должны учиться платно, но люди, приезжающие с развитых стран, там, с Германии, с Кореи, с Штатов, пусть платят, пусть получают все эти бенефиты, у нас же программа есть по… В Зарбахе университет дешевле, чем западные вузы? Ну, смотря какие, дороже, чем многие. То есть средние, а, дороже, чем многие, да? Ну, конечно, тут учёба будет в год стоить тысяч 20-25 долларов, за эти деньги можно учиться в Великобритании, можно учиться там, ну, в Америке дешёвый какой-то университет государственный можно найти. В Германии и ту бесплатно. Ну да, я имею в виду частный, да, какой-то университет. Можно, да, просто вот, не знаю. Может, поэтому никто, то есть не привлекает 25 тысяч людей. Клиенты будут, потому что… Нет, будут. Да, клиенты будут. Уровень жизни, да, допустим, в Астане неплохой, но намного дешевле, чем, допустим, в Штатах, да, общежития есть. Плюс есть определённые уникальные специальности, вот именно, господи, центрально-азиатские исследования, потом Eurasian Studies, вот эти евроазиатские, то есть люди едут реально, чтобы здесь учить, потому что они в регионе, они хотят учить там казахский, русский, они хотят общаться с местными. Вот, пожалуйста, блин, можно же, можно же это всё делать. Мне кажется, вот просто с перспективы бизнеса я это вижу как огромный проект. Я потому что уже пыталась, я не говорю, давайте фаундейшн, у нас знаете сколько клиентов, я сама буду там продавать это, если хотите, это очень легко, потому что я знаю, что программа крутая, спрос на неё есть, потому что ребята учатся 11-12 лет, но это всё как бы почему-то не реализуется. Да, я думаю то, что мы, наверное, к этому придём. Да. И это важно. Когда придём? Уже 30 лет мы до сих пор не нашли. Нет, сейчас объясню почему. Я на эту ситуацию как смотрю? На самом деле, Казахстану, экономике страны, прощалось очень многое. То есть, наверное, вот сверху Бог просто прощал. С другой стороны, вот это у нас просто была такая нефтяная труба. Игла, да. Нет, вот представьте, просто огромную трубу, откуда вот доллары просто летят постоянно. И она не закрывается. И когда ты создаёшь там ЛРТ, какие-то другие проекты, создаёшь, создаёшь, тратишь очень много, миллиардов долларов, и эта труба просто всё компенсирует. Она всё прощает тебе. Такого бы себе не мог позволить Кыргызстан, Узбекистан. Другие страны. Ни одна страна, да, не смогла бы себе такое позволить. Это просто бы непозволительно было с точки зрения финансов и обанкротилась бы. И просто, как и каменный век прошёл не из-за того, что камни кончились, то же самое и нефтяной век заканчивается, и нефть. Появляются новые продукты, более актуальные, чем нефть. И мы сами к этому, жизнь заставят перейти к этой модели. И то, что там университеты должны стремиться начать зарабатывать. И для этого им министерство даёт больше автономности, больше независимость. Они сейчас все стали такие НАО, некоммерческие, акционерное общество, чтобы, наверное, этот процесс начать реализовывать. Вот, ну, понятно, там, да, поговорили про наш, так скажем, статус в Центральной Азии. По-моему, даже, если не ошибаюсь, в Кыргызстане более привлекательные вузы есть. Там, крыгызский, американский, если не ошибаюсь. если там есть университет ОБСЕ, да, есть Американ университет Бишкек. Вы видели эти университеты? Они так себя продают. Аутса, вот этот университет. Аутса, это двухэтажное здание, вот размером, как этот стол. Я не шучу. И это суперкрутой университет. То же самое университет ОБСЕ, там, нереально просто делают маркетинг, завлекают людей, все такие, я же, это не хухры-мухры, это университет ОБСЕ, тут все так классно. Мы могли бы вот просто сфоткать запустить рекламу, мне кажется, люди бы захотели прийти сюда и платно учиться. А еще особенно, я думаю, то, что там, вот, я просто только приехал недавно с Пакистаном, мы с президентом Пакистана встречались, и здесь я там, ну, до министра сложно дойти, там наша первая встреча, там, по проведению Нобелевского фестиваля была сразу с президентом страны. То есть, насколько большое отношение там к науке, да, к инновации. сколько миллионов там, живут. 250 миллионов. 250 миллионов, да. И у них, что интересно, у них где-то 50% университетов частные, стоимость обучения в частных вузах там начинается там от 7 тысяч где-то долларов, вот там в среднем 10, 7 тысяч долларов, гораздо дороже. У нас там в университетах там региональных тысячу долларов начинается цена. Да. И поэтому мы, поэтому мы видим часть пакистанцев сюда едут все равно. Индусы, пакистанцы. Их там 250 миллионов, да. Сколько бы человек там захотели бы платить там 10 тысяч. Это не так далеко, кстати, у нас, да. Это 2,5 часа перелета с Алматы. Это не так далеко. Это вот как с Астаны в Ахтаву лететь. Это ближе, чем там с Алматы летать в Атраудеш. Да, вот вопрос по поводу вообще масштабах страны, так скажем, да. Вот у нас больше 100 университетов. Я, честно, все наизусть не знаю. когда я учился, там так же примерно было. Я был активистом, так скажем, у нас была такая организация, Альянс, студентов Казахстана. Было больше, просто закрыли еще. Да, и мы делали вот статистику по вузам, и у нас было больше вузов, чем во Франции. То есть, как бы, ну, Виталий, во Франции. Потому что дипломы-то выдавались там налево-направо полтеров, экономистов. Количество вузов. Почему государство не регулирует вот этот момент? Зачем там плодить эти университеты, которые просто занимаются, там, пачкают дипломы, но не трудоустраивают, не, так скажем, дают конкретно скилсы, так скажем. А просто вот человек 4 года прошелся, оплатил деньги, вот тебе диплом иди. Я думаю, то, что, ну, здесь нужно аккуратно, да, то есть, мы и так все время всех регулируем, да, с точным, как государство. Я думаю, то, что вообще нужно дать свободу на частные университеты, здесь это должно быть, но, опять же, должны быть стандарты, да, то есть, это не должны быть конторы, которые просто выдают дипломы. Большинство вузов такие, они просто дают дипломы. Вот раньше там чуть ли не там в частном доме открывалось, да, и называлось это университет, и где можно было там получать дипломы. Да, и просто сейчас уже даже работодатели не смотрят на дипломы, на самом деле. Мы на работу берем людей, уже не так обращаешь внимание, то есть, не обязательно иметь высшее образование. Сейчас очень много молодых ребят, которые еще учатся, или которые не получали высшее образование. То есть, я думаю, то, что с точки зрения рынка важно иметь частные университеты, да, то есть, и я это увижу по многим там странам, куда там ездишь, и всегда есть частные университеты, и они очень круто развиваются, есть государственные университеты, и это должен быть такой симбиоз. Потому что конкуренция важна. И не будет конкуренции, все будет застой. Там должна быть борьба, борьба, борьба за каждую голову, за каждого студента. И вот Казахстану нужно вот так. Вы как считаете? Ну, я, наверное, за то тоже, чтобы были какие-то определенные критерии. Я знаю, что регулирование какое-то проводится, что университеты закрываются в регионах, потому что те, которые определенным базовым критериям не соответствуют, условно, там, здания нет, университета нормального. То есть они регистрируют, что у нас учатся там 500 человек, по факту их нет. То есть такие проверки есть, университеты закрывают. Наверное, да, нужно просто создать определенные жесткие критерии каких-то вот систем, да, тайных покупателей, чтобы люди просто приходили, тестили, реально это работает. Если да, круто, если нет, то все, мы тебя как бы закрываем. Ну и, наверное, больше, как сказать, рассказывать о себе, что ли, потому что кроме центральных каких-то университетов, про региональные я очень мало знаю, ну честно. То, что мы работаем больше, с поступлением за рубеж, да, там, веню может быть где-то, но в казахстанских университетах я не разбираюсь. Я знаю о вузах, у которых есть партнерство, да, с американскими университетами, сейчас их там 7 штук. Вот какие-то основные, и КАЗГЮ, потому что постоянно у них реклама идет. Постоянно они очень делают крутой пиар. Потому что частные вузы. Да, 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 да. Остальные непонятно. Просто иногда меня приглашают какие-то университеты, блин, это два кабинета в бизнес-центре. Вот я об этом и говорю. Я никогда не отказываюсь приходить туда, но просто жалко вот ребят, что там они учатся, вот так получают знания, и какие вообще знания, непонятно. То есть тут еще ментально, то есть сам человек, он понимает, куда поступать, то есть ему просто важно, чтобы была бумажка. Я думаю, университеты, многие университеты инертны. То есть мы говорим, вот недавно была августовская конференция, да, то, что говорили, нужна интернационализация, интернационализация университетов. Я вам так скажу, вот можно было бы опыт НИУ там расширить, да, я многим университетам говорил, почему вы не можете договориться, который региональный университет, там, в Караганде, поближе здесь, да, к Астане, почему вы не можете договориться с профессорами НИУ, то есть они у вас там на парт-тайм преподают, это же круто, вы будете их использовать, используйте их, им будет платить НИУ, они в части своей там, потому что каждый профессор, у него есть социальная миссия, да, то есть быть профессором, это не только из-за там хорошей зарплаты, быть профессором, это там тоже призвание, учить, да, и можно было бы использовать Караганда два часа отсюда, пожалуйста, используй, профессоров Назарбаев университета, то же самое я говорю, много говорят об интернационализации, нам нужны зарубежные студенты, зарубежные профессора, вот мы проводим Нобелфест, да, в Астане, такой интересный кейс, там приезжают нобелевские лауреаты, и очень много профессоров там, причем профессора с разных стран, да, там с России едут профессора сильные, с Азии, да, там летят университетов разных, там сингапульский университет, гонконгский университет, с Китая многие летят, обладатели там наград Тьюринга, там разных, очень много наград, они все летят в Астану, да, университеты ищут интернационализацию, где-то там за рубежом, да, там большим бюджет нужно потратить, почему им просто не прийти на Нобелфест, да, и просто познакомиться, предложить какой-то вариант сотрудничества, то есть нету, понимаете, инертность, то есть не только это, наверное, не только нужно ждать от государства, да, когда государство скажет, так, вы все должны быть активными, от этого, да, они не станут все активными, да, вот Нобелевский фестиваль, участвуйте, изменяйтесь, да, и налаживайте контакты, вот мы, например, такой сделали, крутой проект с Южно-Казахстанским университетом, да, предлагали его университетам в Астане, но опять же, они, представляете, мы предлагали там full-time professorship, да, для, штатным профессорам в университет, Нобелевского лауреата, директоров просто не дойдешь, ну, да, чтобы они там тебя услышали и поняли, и мы это сделали с Южно-Казахстанским университетом в Шемкенте, и у них с сентября месяца будет там из 8, из 9 академических месяцев, да, там, 3,5 он будет оффлайн преподавать, и 4 месяца там, 5 месяцев он будет онлайн, Нобелевский лауреат, вот это вот Шемкентский университет региональный, они голодные, им нужны, им это нужно, и они привлекли, они смогли, договорились, все, контракт подписан, и это впервые Нобелевский лауреат будет преподавать. В Шемкенте. Да, в Шемкенте. Дальше с ним, дальше с ним создается новая MBA программа, по климатической экономике, то есть все, мы уходим там, на 10 лет вперед, там, с Шемкентом, создается MBA программа Climate Economy, создавать там, лидеров в области экономики, который будет основан там, на зеленых технологиях, это то, что нужно государству, и он будет курировать, и зовутся еще два, мы хотим позвать двух корейских профессоров, которые работают с корейскими компаниями, да, там, Samsung, и чтобы это было в Шемкенте. А нашим, ну, вузом центральным, пока ты к ним дойдешь, пока с директором там встретишься, пока они поймут, и вопрос самый главный этих многих ректоров, лучше я буду сидеть там тихо, да, чем на себя там, и буду зато сидеть спокойно на своем месте, чем я буду там активничать. И вот здесь так. Да. Ну, насчет статус-кво, мне кажется, большая проблема. Все ответственности боятся. Ну, здесь, наверное, и система, опять же, так сильно наказывает. Ошибка никогда не прощается, тогда и никто ничего не делает. Да. Вот это было, да, у нас 30 лет, и, ну, как бы, многое. Сегодня ректора университетов, это, вам не кажется, что они просто, как бы, какие-то политические деятели, которым просто, вот, нужно посидеть, подождать основную свою должность, и вот этот промежуток отсидеться в университете где-то. Не так кажется вам? Я думаю, что не все такие. Есть те, кто, прям, есть некоторые ректора, которых я знаю, они прям пытаются делать максимум для своего университета. Есть, конечно, отстраненные, но вот проблема, которую только что Максат назвал, мне кажется, она вообще повсеместная. То есть, в Казахстане люди не умеют делать правильные нетворки. Это первая проблема. Это самая важная. Это очень важно, это очень важно, потому что найти кого-то сейчас в Японии, ну вот правила пяти рукопожатий. Дайте мне день, я вам найду, кого надо найти, как бы, да, Ну и в Лигу Плющак, по-моему, поступает не ради образования, а ради нетворкинга. Конечно, ну то есть, как бы это все несложно, и вот как бы то, что только что, озвучивалось про профессоров, есть местные, да, ну ладно, не можете воплотить профессору инью, позовите его в гости, один раз хотя бы, десять профессоров будете звать, у вас десять недель для студентов, ну как бы, они согласны, они согласны с тобой пить кофе, и вот то, что, ну как бы, люди не ищут эти возможности, где они на самом деле есть, да, ну и может быть из-за дистанции, то, что вы говорите, к ректору нельзя подойти, как бы, над approachable люди у нас, чтобы достучаться до какого-нибудь там председателя, чего-нибудь, это нужно очень долго, потому что, ну, я же председатель, а должно быть, мне кажется, очень открыто, что, да, приехал президент Пакистана, давайте встретимся, не до такой степени, конечно, ну блин, если бы вот была, была эта доступность, мне кажется, было бы намного проще, если бы люди еще умели нетворкить, то вообще. Да, я, это вот нетворкинг, на самом деле, вот этому, то, что нужно учить в школе, да, это очень хорошие, мягкие навыки и умение налаживать связи, да, вот, ну, условно, что такое нетворкинг, а я думаю, то, что вот в школах этому точно не учат, в университетах этому точно не учат, и, но это очень важный навык. Человек уже в 21 год с диплома приходит, не готов к никакому нетворку, ничего. Потому что у нас на конференциях студенты особенно, да и взрослые люди, там, бизнесмены, они никогда в жизни сами не подойдут и не скажут, типа, привет, там, как конференция, что там, ну, как бы, нет, нет, каждый стоят вот так вот, своими кочками, никто, вот просто так кому-то подойти, даже в лифте, там, к соседу, здрасте, там, как дела? У меня вот так вот, типа, да, и сняются задавать вопросы, да, это вот большая проблема. Я вот скажу, в 19-м году я ездил на вручение нобелевских наград в Швеции, в Норвегии, и в Швеции, там, получается, в одном городе, по всему городу, вот, проходили нобелевские лекции, и тут народ собирается за несколько часов, на километровые очереди к нобелевским лекциям, и что меня больше всего поразило, это то, что родители приходят с детьми, там, бабушки, дедушки приходят с внуками, очень много там, студентов, и это просто такая большая тяга к знаниям, ну, не только. Вот эти дети, они там социализируются, и они подходят, там, к нобелевским лауреатам, задают вопросы, вот он, нетворкинг с детства, и родители на своем примере показывают, там, важность, да, знаний, да, то есть, если учитель будет все время говорить, насколько это важно, это, конечно, хорошо, но когда дома, да, и родители, как пример, там, для ребенка, говорят о том, что знания важны, и нужно учиться, и на своем примере показывают, что нужно учиться каждый день, и вот это на самом деле будет работать круто, и у нас, к сожалению, там, в Казахстане, там, родители с детьми только ходят, там, на какие-то развлекательные события, да, там, пойти на какой-то, там, концерт, или, там, в кино, там, или, там, в детский парк, да, развлечений, но они не ходят на какие-то важные события, и не показывают важность, там, не учат нетворкингу, мы сами дома не учим детей нетворкингу, то есть, если у тебя, если ребенок видит с детства, что родители ходят, там, разные, они социализированы, тогда, и дети такие же будут. Вы говорили про Nobel Fest, это уже который будет по счету в Казахстане? Ну, вообще, вообще мы будем делать второй раз оффлайн, в большом формате. до этого онлайн был, да? Да, до этого была пандемия, они больше, как бы, начались в онлайн формате, а в этот раз будет все в оффлайн, больше, где-то 70, там, зарубежных спикеров только прилетают. Я вот здесь хотел бы обратиться к нашим зрителям, уважаемые зрители, у нас в Астане, вот в 2023 году, в октябре, с 5 по 7, да, если не ошибаюсь? Да, с 5 по 7. с 5 по 7 октября, в Астане состоится Nobel Fest. Nobel Fest, что это такое? Это мероприятие, куда приезжают очень интересные личности, образованные, в том числе и нобелевские лауреаты. Приедут в этот раз сколько нобелевских лауреатов? Приезжают 4, 3-4 нобелевских лауреатов, которые точно летят, 3-4 нобелевских лауреата, и самое главное, есть уникальная возможность встретиться с этими людьми, поговорить, тот же вот нетворкинг, да, ну, приезжать не только нобелевские лауреаты, приезжают еще, вообще, главы компании, да, интересные там, инновационные предприятия, разные там предприниматели. Вот я забыл, как зовут человека, который консультировал фильм «Интерстеллар». Да, Лоуренс Краус, да, Лоуренс Краус, да, вы знаете фильм «Интерстеллар», то есть этот человек, он изучает космос, и он консультировал, как нужно снимать этот фильм. Представляете, какие люди едут вообще в Астану, мероприятие состоится, еще раз повторюсь, в октябре, не пропустите, вход не бесплатный, потому что, я сам лично считаю, что за образование нужно платить, и за такие мероприятия тем более, вход платный, но тем не менее, эти деньги того стоят. Обязательно приходите, мы будем там освещать это мероприятие, у нас будут прямые включения оттуда, очень много будет интересных информационных поводов, поэтому обязательно приходите 5-7 октября на Нобелфест в Астане, не забудьте. Воспользоваться нашим эфиром, хотел это проговорить. Ну вот, про вузы. Понятное дело, 30 лет страна работала на одну семью, все так говорят, и это не секрет, Казахстан не вошел в 30 развитых стран, но вошли люди, которые были там на верхушке, так скажем, всей этой власти, к сожалению, олигархи, олигополе, все вот это поглотило, 163 олигарха, все вот это вот добывали, богатели, а народ как жил, так и жил, со своими проблемами, бедами, со своими, так скажем, проблемами. Сегодня есть тезис Жанна Казахстана, есть тезис Вторая Республика. Вроде бы мы замечаем, по некоторым, по крайней мере даже вот в средствах массовой информации уже более, так скажем, не так жестко контролируют, более свободно начали говорить о проблемах, легко критикуют президента, министров, депутатов, акимов, тех же ректоров, да, то есть вроде бы что-то идет, шевелится, но образование, вот к чему мы должны пойти, вот с учетом всего, что сейчас у нас в стране происходит? Ну я опять о старом, да, про кадров, про кадры, да, про кадры хотела бы сказать, потому что, блин, нехватка большая специалистов, и дети от этого страдают, то есть самое первое, во что сейчас нужно вкладываться, это крутые преподы. Я уже говорила, про идею, не знаю, у меня всегда мысль была такая, блин, почему мы в Казахстане не можем сделать что-то, что было бы лучше, чем у других? Не просто строим аэропорт, а самый крутой, да, делаем университет, вот реально самый топовый, чтобы все туда хотели. Вот мне кажется, здесь к преподавателям должно быть такое отношение, что мы их обучаем так, что это самые крутые преподы, и они обучают наших детей, потому что они прямое влияние оказывают на ребенка, и мне кажется, вот один преподаватель, вот он очень сильно может поменять жизнь маленького человека такого, потому что в моем опыте, вот в опыте друзей моих, тоже разные образовательные там подкасты, проекты мы делали, и всегда выходит вопрос, что преподаватель так или иначе может быть напрямую, может быть косвенно меняет жизнь всего класса, сколько до фильмов есть, там Freedom Riders, где вот эта девушка в гетто приходит, да, и делает из самой ужасной школы, самую топовую, где дети, которых там, которые видели, как людей убивают, начали поступать в университеты, то же самое здесь, мне кажется, кадры нужно мотивировать, то есть должен быть тоже социальный аспект, не так, что мы приехали на тренинг, вот вам знание книжечки, по ним вы обучаете, все круто, езжаете домой, для них тоже должна быть социализация, потому что людям, вот, например, у нас в компании, да, как мы ребят мотивируем, когда мы делаем какие-то опросники, для многих не особо важен оклад, да, ну, получаешь ты сейчас 500 тысяч, в принципе, человеку окей, он может целый год так получать, но когда есть значимость, что, блин, ты реализовал вот эту вещь, теперь мы ушли там куда-то вперёд, как бы, ты важен, ты делаешь крутые вещи, вот, если это ещё закладывать учителям, что они не просто там рядовые, да, какие-то сотрудники, а они, блин, меняют жизни, людей, как бы, возможно, эти дети, там, они что-то привнесут нам, поэтому, наверное, кадры, 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 потому что, лично для меня, что важно, и что я наблюдаю среди детей, им не особо важны, да, там, парты, насколько красиво, ну, если чистенько, опрятно, окей, самые базовые вот эти потребности, которые сейчас не закрыты, туалеты, там, и так далее, в школах, вот, будет это, базовое всё, что нужно, да, в эти ямы не проваливались условно, блин, 21 век уже стыдно, и учителя, мне кажется, вот этого будет достаточно уже, потому что классный учитель, даже если программа не очень, он найдёт ресурсы, если он умеет гуглить, если он умеет что-то делать, он, как бы, мне кажется, выдаст. Да, вот, с точки зрения школы, абсолютно согласен, ну, кадры, это, кадры, это самое главное, да, крутую историю не построишь без крутой команды, то есть, это все знают, учителя, это, там, наверное, там, особый, быть учителем, это, наверное, особое призвание, да, потому что ответственность за детей, есть очень много детей, у которых нет, там, родителей, там, полноценных семей, и для них учитель становится, не просто человеком, кто его учит, а ментором, там, советником, наставником по жизни, поэтому роль учителя, она такая, большая, там, во всем мире ценится, и здесь, наверное, это такое призвание, и нужно просто, чтобы учителя были, там, интеллектуальной элитой, да, страны, их нужно так воспринимать, как это, вот, в советское время, как бы не говорили, там, что было плохо, но учитель, это был учитель, которого все ценили, да, и уважали, и никогда с учителем не спорили, да, то есть не было гонений на учителей, там, какую оценку поставил, или не поставил, слово учитель, да, это очень громко звучало, и вот этот статус важно, важно вернуть. С точки зрения университетов, нужно быть активными, нужно использовать все возможности, нужно быть голодными всегда, опять же, кадры, я скажу, то, что я был во многих, там, региональных университетах, у них просто, ну, весь состав, ППС, там, да, там, на 80% состоит только из местных, не из Казахстана, а именно с этой области, преподавателей. Зарубежные профессора, есть только по языкам, да, то есть, на дисциплинах, там, носители просто, где, там, языки, да, и то эти носители, они не профессиональные педагоги, просто знают язык, да, просто знают язык, и, то есть, из иностранных только они, и проблема в том, что здесь, как бы, вариться, да, в собственном соку, все время, это тоже плохо, да, и поэтому нужно больше разнообразия, использовать возможности, привлекать лучших и бороться за них, вот, то есть, использовать разные, там, площадки, возможности, чтобы, там, создавать что-то новое, не бояться, не бояться ошибаться. Знаете, у нас просто очень время поджимает, буквально два вопроса в конце, ну, я думаю, это очень важные вопросы, первый, вот, касательно образования, у нас, вроде бы, как бы, независимая страна, с огромной историей, да, и так далее, и тому подобное, но, к сожалению, сегодня получить образование намного проще на русском или на английском языке, нежели на казахском. Я на своем опыте 11 лет учился в школе с казахским языком обучения, поступил в университет на первый курс с казахским языком, после первого курса перевелся в русское отделение. Почему? Потому что мне надоело переводить информацию, не было на казахском языке нормальной информации, на которую я мог сделать, CRSP, вот эти семинары и так далее и тому подобное. Мне было проще перевести на русский язык отделение и спокойно там, то есть, и выполнять все вот эти вот задания и так далее. Что делать? Почему вот у нас в образовании вот этот вот казахский язык, он там выпал? Мы же все-таки Казахстан. У меня похожая история, я вот учился в казахской школе и потом просто перевели нас там в русскую школу, потому что не было материалов в то время, но там на тот момент там не было, в 90-е годы материалов там практически на казахском языке. То есть, и вот, то есть была такая проблема. Я вообще думаю, то что, вообще трехязычие, это очень хорошо, но создает ряд проблем. Я вот недавно начал только смотреть и задумываться, то что ребенку очень сложно воспринимать три языка. Смотришь YouTube, например, там на английском, дома разговаривают на русском, там в садике, там на казахском. Оказывается, наш мозг очень сложно это воспринимает. И мы видим очень много детей там с отстающей речью. И возможно, это часть причины того, что, ну, конечно, есть полиглоты, там, да, есть, ну, есть, Лаура, например. Сколько вы языков знаете? Шесть. Шесть языков? Шесть. В совершенстве? Ну, не прям в совершенстве, пять, вот прям очень хорошо. Английский, испанский, французский, итальянский, казахский, русский, вот шесть. Круто. Круто, да, ну, как бы, это очень круто, но если брать, как бы, среднего человека, ну, ребенка среднего, то есть ребенку, мозг же быстро учится, ему нужно учиться, как бы, легче на одном или двух языках. Я думаю, то, что английский должен быть приоритетей для, и казахский, то есть казахский язык, само собой должен быть, как это государственный язык, ну, и большой упор делать на английский язык. Вот образование выше, как вы считаете, на каком языке все-таки должно быть? Вся наука на английском языке. Да. Да, как бы, ну, я считаю то, что из трех языков казахский должен быть всегда самым главным, да, это государственный язык, и мы должны его защищать и развивать. Но наука вся на английском языке. Мир на английском языке передовой. Английский язык должен стать основой тоже, там, развития страны. Почему у нас очень мало научных публикаций? Потому что профессора, преподаватели, они переводят это сначала на английский, но потом они не могут читать комментарии. То есть, понимаете, да, то есть, и нетворкинга нету, да? Обратную связь. обратную связь, они все перевели это, разместили, но обратную связь они не могут получить, да, и совместные дальше работу вести не могут. Я вообще думаю то, что университеты, прям, когда вот берут там профессорского преподавателя, состав, должны вводить обязательные курсы английского языка. Просто обязательно, это должно быть там обязательно во всех университетах. То есть, устроившись на работу, университет должен там обязательно предоставить курсы, чтобы там профессор, преподаватель состав там владел английским языком. Иначе, какой смысл требовать, чтобы там в рейтинги какие-то попадали, потому что все завязано на научные исследования. Потому что университет, это не только обучать, да? Университет, это наука. Да, мы к этому еще придем сейчас, да, обязательно. Вот по поводу языков вы, как считаете, вот с учетом того, что вы являетесь, так сказать, протекущим полиглотом? Ну, я думаю, что можно, мне кажется. Ну, вообще, я лингвист, шаппо образованию, и вот как раз-таки, ну, как бы, как это называется, early stage, вот этот language acquisition, как бы, изучение языка на ранней стадии, когда ты вот в возрасте от года до четырех лет, оно считается самым, вот этот возраст, самый благоприятный, потому что тогда ребенок, как бы мозг воспринимает эту информацию, может быть, да, есть какие-то исследования, я не знаю, ну, как бы о том, что сложно, да, воспринимать, но в целом, если в таком возрасте это закладывать, то ребенок без труда, он может хоть пять языков выучить, самое главное, чтобы вот после четырех лет поддержка была этих языков, чтобы условно действительно он потом, когда вот взял эту всю базу, он ходил там куда-то на английском, куда-то там на испанском, куда-то на казахском, и так далее, да, 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 но если вот мы заложим это, мне кажется, в садиках трехязычия, тогда детям очень нативно будет легко разбираться, у нас же просто даже вот англоязычные садики, там очень мало носителей, все равно сторонние там, вне уроков этих воспитателей говорят там на казахском или русском, и у ребенка сразу это как бы все ломается, если вот он приходит в садик, он знает, что мне сейчас надо мозги напрячь, только по-английски я говорю, домой прихожу, я там общаюсь на казахском, да, куда-то еще иду там к бабушке, дедушке на русском разговариваю, вот если будет реально такая среда, мне кажется, это будет очень эффективно, а касательно казахского языка, то, что обсуждали, ну, печально, да, я, например, не с рождения владею казахским, потому что я из смешанной семьи, у меня мама немка русская, отец казах-татарин, в общем, и, ну, так сложилось, да, что папа очень рано скончался, с его роднёй я почти не общалась после смерти, и вот из родних, кто говорил на казахском, у меня был только дедушка, он местный немец, но он учился в казахской школе, вот там 5-6 классов, потом служил в армии, ну, как бы казахоязычной, он хорошо знал казахский. Хотя сам немец. Да, он русский, имя русское у него, ну, в смысле русский немец, который родился в Союзе, да, вот, там, зеленоглазый, но хорошо говорил вот по-казахски, и мне, например, для меня казахский язык был, как бы, вторым, да, который я изучала, было реально сложно изучать, потому что в школе все ребята уже умели, можно было воспринимать это, как бы, информацию только от них, не было книжек, да, каких-то, ну, почитать, я любила читать всегда в детстве, мультиков не было, и это очень сильно сказывалось. Сейчас, конечно, ресурсов больше, но вот, как только что уже Максат сказал, мне кажется, нет смысла прям все переводить. Все научные статьи, все сайты, все фильмы мы как бы не переведем. Легче обучить наших ребят английскому, чтобы у них был уже доступ к абсолютно всей информации. Потому что я сейчас вот, я реально не представляю, я ни на русском, ни на казахском почти не потребляю информацию, потому что, ну, а смысл, если все самое, передовое, оно выходит сначала на английском. Зачем мне читать перевод, если я могу почитать как бы оригинал? Если вы будете читать перевод, вы отстанете там на несколько лет. Да, да, да. То есть любые книги там переводятся на русский язык там спустя там год, это в лучшем случае, на казахский через три года. Да, я еще хотела один пунктик добавить. Было бы очень классно, если бы государство предоставляло бесплатные курсы казахского языка. То есть я, например, ну, сейчас в каких-то рабочих моментах мне нужен такой профессиональный казахский. Не то, что я не могу, я могу общаться спокойно, но, например, у меня есть проект социальный стоп-харас, и на нем, ну, как бы в этом проекте, как перевести газлайтинг, как перевести харасман, да, то есть на казахском это, ну, как бы очень сложно, и мне приходится с репетитором это отрабатывать, чтобы пойти куда-то дать интервью. А такого репетитора очень сложно найти учителя, который реально круто знает казахский, который бы там мог мне дать литературу какую-то почитать, потом со мной ее обсудить. Если бы были бесплатные курсы, потому что в Турции вот мне очень понравилось, последний раз мы там были прилично несколько месяцев, и можно было посещать эти бесплатные курсы. Ну, мы, конечно, нелегально посещали, потому что мы не должны были на них ходить, но нам дали допуск, и мне было очень приятно, потому что мне бы хотелось, живя в этой стране, знать турецкий. То же самое тут. Мне кажется, многие казахи, которые не знают казахский, мне кажется, хотели бы, если бы такая инициатива была, я бы с удовольствием ходила на какой-то speaking club. Хорошая инициатива. Вообще супер. Мне кажется, легко организовать. Вот в Пакистане, например, там два языка, все знают турду, и английский язык. То есть два языка абсолютно все владеют. Ну, как мы, русский-казахский. Да. Ну, казахский все еще не все. Да. Курсы, пожалуйста. Я все-таки в конце нашего сегодняшнего подкаста хотел бы затронуть тему науки. Она очень большая. Вообще-то надо отдельно выпуск на это делать. Но, тем не менее, да, сегодня, к сожалению, но это факт, за 30 лет независимости мы ни одного великого ученого не воспитали. то есть мы воспитали великолепного певца Димаша, которого знают все. Мы воспитали великолепных спортсменов, например, Головкин, который весь мир также знает. Но мы не смогли воспитать великого ученого. И я заметил, у нас в Казахстане любят все-таки поощрять не ум, а силу. То есть пришли призеры Олимпиад, им дали миллионы. А пришли победители каких-то научных проектов, Олимпиад, им дали в руки грамоты, благодарственные письма. Молодцы, давайте дальше. Почему у нас вот такое внимание к науке? Ну, к сожалению, у нас вот так сложилось. Вообще финансирование науки очень маленькое. Всего в прошлом году было 0,13% ВВП, 0,13. Сейчас там до 0,2% тянут. Но если сравнивать с развитыми государствами, с многими, в Корее, например, 5,5% финансируется ВВП только наук. Поэтому у них научная свежая. США 4%, то есть это огромный вклад в науку, в Израиле 5%. Мы видим то, что все технологически развитые государства просто большой акцент делают на науку. Это только государственные средства. Представьте там бюджет США и они вкладывают около триллиона только в науку долларов. 400%, 800% ВВП Казахстана. И мы видим, насколько эффект. Считается, что наука дает к одному доллару затраченным 3 доллара сверху. То есть у нас это очень выгодно, то есть 300% прибыли, которые дают научные проекты. У нас, к сожалению, этого нет и вы классно подметили. Вообще спорт очень важен, но наука образования основа развития страны. И ученые, к сожалению, госнаграды очень маленькие, несколько миллионов тенге, самая большая государственная награда в области науки. Тогда, когда, например, США сделали новую награду научный Оскар называется. Ее создал Марк Цукерберг совместно с рядом бизнесменов с Калифорнией. Они сделали эту награду и 3 миллиона долларов. Больше, чем Нобелевская премия? Да, в 3 раза больше. Но одно условие есть. Человек, который получает эту премию, то, что все деньги он должен потратить на свои нужды, чтобы закрыть свои базовые нужды и дальше заниматься наукой. Это круто. Поощрение. И нашим ученым мы должны создавать стимулы большие заниматься наукой. У нас очень много великолепных умов в науке и в других сферах. Почему про них никто не знает? Почему страна вообще не знает ученых наших? Потому что культ ученого нужно популяризировать. Вообще науку нужно популяризировать. Науку, образование нужно популяризировать это. Вот власть это не понимает? Государство, правительство это не понимает? Каждый день нужно спать и просыпаться с мыслью о том, как улучшить образование в стране. Образование, науку и дать людям возможность. Образование создает возможности. Наука создает возможности. Любой научный проект создает корпорации. Google, Amazon. Это все технологические проекты. Искусственный интеллект это тоже наука. Это все выведено наукой. Без науки вообще просто никуда. Здесь нужна большая популяризация его. Я соглашусь, я просто хотела добавить еще один момент. Но пару лет назад я обращала внимание это исследование то ли NCBI, я не знаю, не помню, какая-то организация, которая среди академиков проводит опросники, как ПИЗа для школ. Не могу вспомнить, просто ресурс. Они делали по Центральной Азии, там выборки были, Казахстан, Узбекистан отдельно, но вывод был в целом по Центральной Азии, что не только финансы стопорят развитие ученых и research output, количество качественных научных публикаций, но еще и статус. В ходе этих опросов, они были анонимные, люди говорили, что не нужны ученые, что статус, нет никакого статуса, нет культа, и люди не понимают, зачем, а что эти ученые делают, лучше блогеров, лучше актеров, то есть нет нужды, нет понимания, мне кажется, у людей, и есть ожидания очень завышенные, что раз ты ученый, давай разработай лекарства от рака, вот тебе год, ты должен это сделать, то есть это же долгосрочную перспективу всегда работает, мне кажется, ковид очень хорошо показал, что нет специальностей создателей вакцины, есть ученые, вирусологи, которые годами работали в этих лабораториях, и вот они могут сейчас нам помочь создать, то есть хотя бы после этого мне кажется у людей надо было вот это прям рекламировать, что людям говорить, которые студентам, ребятам, которые смотрят на ютуберов, мы сидим подкаст снимаем, но я к тому, что ребята, которые думают, что фундаментальные знания не важны, я не могу пойти, посмотреть онлайн-курсы, стать создателем вакцин, вот моя профессия условно, если бы такие вещи доносили, на практике показывали, что если бы у нас не было таких кадров, мы бы не смогли сделать, если бы у нас не было еще чего-то, мы бы не смогли к такому результату прийти, потому что человека, мне кажется, это демотивирует, опять же, может быть, даже не финансовое вознаграждение, а отсутствие значимости, что я там в лаборатории варюсь сутками напролет, а все меня хейтят, никто не видит моей значимости, почему я это должен делать, да, ну и отсутствие, да, знания языка, это сто процентов, потому что есть классные ребята, сейчас очень много независимых, как бы, исследовательских организаций в Казахстане, прям очень классно, но не все могут публиковаться, потому что реально английский не знают и все. Я думаю, то, что вообще, если мы не будем делать там упор большой на образование, вот президент сейчас же говорит, моя мечта, чтобы Казахстан стал исследовательским хабом, это же классный призыв, да, такого же не было, чтобы президент говорил, там, как у меня есть мечта. I have a dream. Да, как там знаменитая речь Мартин Риттера Кинга, да, там, и вот президент говорит, у меня есть мечта, что это же вот, потому что ученые, там, образование, образование, наука, это вот, это все, что вокруг нас, да, там, этот стол, там, все, что вокруг нас, да, там, компьютер, это все это, и если мы не будем это развивать, у нас будет, ну, страна там, будет, там, инфо-цыган, да, там, ну, то есть мы уйдем в это, понимаете, то есть есть, как у любого процесса, есть обратная сторона, есть обратная сторона, образование, науки, к сожалению, это вот та сторона, но умы и так уходят, умы и так уходят с Казахстана. Ну, я думаю, здесь еще, знаете, что можно добавить, чтобы вот умы эти, то, что вы говорите, инфо-цыгане, у них классный маркетинг, вот как у, там, президентов, да, есть политтехнологи, должны быть какие-то, как их называют, не знаю, называют их научными технологами, ну, короче, пиарщики для ученых, потому что ученые, они такие вот как бы, ну, так вот сидят, не особо общаются, а им нужны реально пиарщики, чтобы кто-то рассказывал, что есть там какой-то Женебек у нас, профессор, который там, я не знаю, изучает там костный мозг, делает такие-то, такие-то проекты, и вот такого-то он уже добился, ну, какая-то должна быть, какое-то должно быть продвижение, в общем, в этой связи обращение к нашим великим ученым, которых, к сожалению, мы не знаем, оказывается, они есть в нашей стране, заводите ТикТок, Инстаграм, Ютуб, показывайте свою работу, рассказывайте, не стесняйтесь, сегодня вы живете в 21 веке, вы живете в веке цифровых технологий, информационной технологии, поэтому, пожалуйста, показывайте, пусть люди знают про вас, что вы существуете, возможно, бизнесмены вас будут завтра финансировать, кому-то это понравится, не нужно быть закрытыми. Да, но я думаю, то, что если они будут тратить время на собственный маркетинг, то это тоже большая работа, и у них не будет там больших открытий, это вот должны, кстати, это очень правильно, это вот на государственном уровне, это вот часть популяризации, там, и работы у университетов, то есть университет должен очень большой делать акцент, на маркетинг, на продвижение своих профессоров, потому что любое научное открытие, если уже это все доказано, оно там создает 100 с лишним дополнительных связей в других открытиях, то есть это непросто, если ты создал одно открытие, ты создаешь параллельно больше 100 дополнительных связей, и каждая эта связь несет еще 100, представляете, там создание интернета, там, или там создание там компьютера, да, к чему привело, это просто какой-то сумасшедший, там, технологический рывок начался, и как вот Никола Тесла, да, там, говорит, я там, я не сделал там тысячу ошибок, я сделал тысячу попыток, которые там привели к огромному числу, там, новых научных открытий. Да, в конце, пожалуйста, вот камера, обратитесь, пожалуйста, по поводу Нобельфеста, более, так скажем, ну, расскажите, чтобы люди заинтересованы были, пригласить ее. Знания, да, все, кто стремятся, все, кто стремятся знаниям, приходите на Нобелевский фестиваль, с 5 по 7 октября 2023 года, будут Нобелевские лауреаты, будут самые известные мировые ученые, эксперты, будут темы от искусственного интеллекта, от чат GPT до космоса, поэтому мы всех вас ждем, будет свыше 6000 человек, которые будут оффлайн, и будет большое, грандиозное событие для Астаны и для всего Казахстана. Адрес сайта, где можно подробно узнать? noblefest.org, да, noblefest.org, мы всех вас ждем, спасибо. Приглашаю, да, действительно, всех приглашаю на этот фестиваль, особенно те, кто заинтересовались наукой, образованием, ну, мы тоже будем живы с Махсатом, приходите, пообщаемся, поговорим про ЭТЭК, я там про свои проекты расскажу, в общем, будет очень классно, ребята, приходите, если смотрят нас профессора, приводите своих студентов тоже, в общем, знакомых, друзей всех, ждем, в общем. Уважаемые зрители, я тоже буду на Нобелевском фестивале, моя роль, это, безусловно, показывать работу этого прекрасного мероприятия, будут интересные интервью, подкасты с участниками Нобелевского фестиваля, в том числе, с лауреатами Нобелевской премии, с интересными учеными, поэтому, будьте всегда с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, и напишите обязательно комментарий, что вы думаете про образование в Казахстане. До скорой встречи.